Ночь Ночь Здравствуйте, дорогие телезрители и гости нашей студии! Посмотрите, как правильно устроена жизнь! Только что после прекрасных выходных наступил ненавидимый всеми понедельник, и тут снова приятное событие в эфире канала ОРТ, программа «Звёздный час». Всего неделя прошла с нашей прошлой встречи, а вы, наверное, уже соскучились по нашим интересным и сложным вопросам, по моим иногда смешным шуткам, и, конечно, по нашим участникам. Давайте их поприветствуем на нашей площадке, игроки в студию! Здравствуйте, дорогие везунчики! Счастливцы! Почему я их так назвал? Потому что именно их письма были случайным образом отобраны из тысяч и тысяч писем, которые получает наша программа. И вот сейчас они у нас сегодня на площадке. Я вижу, что, господи боже мой, Влад, Женя, страшно вам, что ли? Улыбнитесь хоть немножко. Давайте с вами познакомимся по порядку. Итак, Женя Пермяков, город Сердовск. Поддержать Женю приехала мама Людмила Васильевна. Из города Лениногорска приехала София Зотова. С мамой Галией Ахатовны. Третья команда нашей площадки из города Кинишмы. Это Владислав Соловьев. За спиной Влада надежная опора в виде папы Николая Александровича. Город Ижевск прислал нам одну из красивейших девушек своих. Гульнас Хайрулину. Ну и заодно маму Гульнур Мирзануровну. Леша Чернильщика. Из города с таким жестким названием Жлобин. Это в Беларуси. Мама Ирина Дмитриевна собирается ей помогать. Леша, посмотрим, как это у нее получится. И, наконец, последняя команда. Лена Осипова. Город Новочеркас. Галина Артемовна. Ее мама. Ну что ж, друзья мои. Все вы готовы к борьбе. И все вы хотите победить. Так или нет? Да. Давайте посмотрим, кому из вас я сейчас подарю звезду. В зависимости от того. Ну, в общем, вы наши правила знаете. И объяснять тут совершенно нечего. Женя, пожалуйста, ты первый. Я приехал из города Сердобска Пензенской области. Я учусь во второй средней школе. Я в свободное время люблю читать, играть в шахматы. Что читаешь? Художественную литературу. Ну, понятно, что не справочники. По ядовитым грибам. Нет, ну вот в данный момент. Вот какая у тебя книга сейчас там, как у нас раньше говорили, на столе. Какая у вас книга на столе? Ну, подушка там или где-нибудь в туалете. Где ты читаешь обычно? А где придется? Вот где придется. Ну, где придется, какая у тебя книга сейчас валяется? Ну, вспомни. Дети Капитана Гранта. Дети Капитана Гранта. Прекрасно. Ну, ну, и что же. Ну, за это тебе звезду дать не могу. Дети Капитана Гранта не такая сложная книга, чтобы за чтение этой книги давать звезду. Правильно? Согласен? Согласен. Итак. Я еще немножко увлекаюсь резьбой по дереву. Поэтому я привез вот эту шкатулку. Ничего себе немножко увлекается. Посмотрите. Я немножко увлекаюсь резьбой по дереву, сказал Женя и продемонстрировал потрясающей ручной работой деревянный ларец бесценных, по-моему, пород дерева, да? Из чего сделан? Из липы. Из липы. Липовый? Липовый сундучок. Спасибо, Женя. София, пожалуйста. Шугур. Край сокровищ. Так называется книга, которую я хочу вам подарить. А Лениногорск? Лениногорск. Тоже край сокровищ? Да. И Шугур, и Лениногорск край сокровищ? Да. Хорошо. Что обозначает первое слово? Шигур, шугур в переводе с арабского языка обозначает ум, знание. Я приехал с Татарстана, и город, в котором я живу, называется Лениногорск. О. И вот я хочу вам подарить книгу о Лениногорске. Она называется «Здравствуй, мой добрый город». Здравствуй, мой добрый город. Хорошо? Ну и личный ему подарок – это песня. Она посвящается 850-летию Москвы. Давай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Браво! Нет, ну поем, что действительно здорово. Группа Скорпиенс, конечно, если смотрят наши сейчас передачи, дорогие группы Скорпиенс, пожалуйста, обратите внимание на Софию Зотову из города Лениногорска. Вам не хватает такого вот девичьего голоска. Прекрасно. Влад Соловьев, город Кинишма. Я бы хотела тебе подарить вот такую небольшую шкатулку, которую я сделал из Бреста своими руками. Ну что ж, спасибо. Гульнас Хайрулина. Ну я очень люблю готовить. И вот мы с мамой вам постряпали наше национальное блюдо татарское чак-чак. А это? Это солидный чак-чак. Спасибо. Аплодисменты. Лёша Чернильщиков. Город Желобин. Ну, в свободное время я делаю из природного материала, из соломки, маленькие панно, и поэтому решил вам привезти одну из моих работ. А панно склоняется или нет? Как думаешь? Панно? Думаю, нет. Может быть, маленькие паны? Нет. Думаю, не склоняется. Или пони? Нет? Как там? Панно. Вот такой маленький подарок. Как называется? Ну, это по мотивам произведения Гоголя. О-о-о, вечера на хуторе, близ? Да, диканьки. Понял. Аплодисменты. Спасибо, Лёша. И, наконец, город Новочеркасск и его дары. В исполнении Лены Осиповой. Я учусь во второй школе города Новочеркасска, но кроме школы я ещё хожу в музыкальную школу и на цветоделие. На что? На цветоделие. Цветоделие? Там мы делаем цветы из разных материалов. Здоровски. И из чего же, например? Ну, к примеру. Из природного материала. Вот я сделала картину из семян. А скажи, вообще, в принципе, здорово. Аплодисменты, во-первых, за эту картину. Скажи, а в принципе, цветы можно делать из всего? Ну, мы делаем из разных материалов. В смысле, из ткани. Ну, понятно. А можно делать цветами из дерева, из камушков? Ну, мы пока ещё не делаем. Хорошо. Итак, аплодисменты всем участникам. И давайте я объявлю своё решение. Может быть, оно вам покажется странным, а может быть, нет. Вы меня поддержите аплодисментами в случае, если вы одобряете это. Я ещё ничего не сказал. Я думаю, что у нас София Изотова, которая так сейчас самозабвенно распевала песню про Москву на английском языке, достойна звезды. Как вы считаете, так или нет? Да. По-моему, я прав и не ошибся в этом выборе. Итак, София Изотова начинает нашу игру с одной звездой на своей тележке. И это уже, кажется, обнадёживает её. Ну, и её соперники так смотрят. На неё, конечно, искоса. Что ты милая смотришь искоса? Низко голову, наклоня. Давайте-ка посмотрим прямо и на нашу видеостену. Внимание, перед вами человеческие поселения. Вот все вы живёте в городах, насколько я понимаю, по моему списку. Но бывают у нас люди из деревень, из сёл, из каких-нибудь хуторов, там, из станиц. Откуда только не приезжают к нам. Внимание, я буду их читать, а вы запоминайте и будьте внимательны. Фазенда, имение, аул, мыза, улус, весь, станица и ранчо. Раньше славяне устраивали маленькие поселения, которые как назывались? Древние поселения славян. Ну-ка, славяне, где у нас жили? Ну, по городам и... София, быстро! Тебя ждём, девочка моя! Молодец! Весим номер шесть, конечно! Женя и София, изумительно правильный ответ. Вперёд на одно деревень нашей площадки. И учитывая то, что у Софии даже ещё звезда одна прилипла ненароком к тележке, то это вообще всё очень хорошо для неё кажется, да? Следующий вопрос, внимание. Среди восьми представленных здесь поселений, есть одно чисто сибирское. Вот, чисто сибирское селение. Ну, интересно было бы узнать. Вперёд, 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 вперёд. Влад, гульнар, давай, 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 соображай, гульнас. Лёша, вот. И мы аплодируем сразу четверым. Лене, Лёше, гульнас и Владу. Потому что такое поселение называется Улуз. Улуз. И вот теперь мы опять все в одной линии стоим. Никто не хочет сдаваться, никто не хочет уступать в этой игре. Но это и правильно, это хорошо, это придаёт нашему соревнованию некий драматизм. Внимание! Как называется главный город государства? Перед вами, очевидно, главный город государства. Но, табличечки, главный город государства. Все считают, что это станица. Наша замечательная Лена считает, что Москва – это мы за нашей родины. Да? И только Лёша знает, что столица нашей родины – это Москва. Табличка ноль. Аплодисменты Алексею. Вопрос звучит так. Где живут американские фермеры? Бедные американские фермеры с утра до ночи, которые пасут лошадей, сеют кукурузу. Где они живут? Да, и совершенно правильный ответ номер 8 – это Ранчо. И вот наш Лёша Чернильщиков из города Жлобина. Мастер по соломе выходит во второй тур. И теперь может спокойно уже отдыхать. Вопрос следующий. В каком поселении жил знаменитый писатель Михаил Шолохов? Нобелевский лурят, причем учтите. Он жил в каком-то поселении, мало, казалось бы, подходящем для такого великого писателя. Но все-таки он там жил. Пожалуйста, таблички. Ну-ка, 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 очень повнимательнее. Ну-ка, давайте, 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 давайте. Ну-о-о! Ну, быстро! Быстро! Я не понял. Что происходит здесь? Друзья мои, что это такое? Мы здесь будем сейчас менять местами таблички. Табличка номер семь, конечно, это станица Женя и Лена выходят во второй тур. Женя и Лена выходят во второй тур. В станице Вешенской жил Михаил Шолохов. Как раньше называлась усадьба помещиков? Сейчас она называется Горки-10, Барвиха, Ильинка. А раньше называлась как-то по-другому. Вот как называлась раньше помещичья усадьба? Ну, ничего не могу сделать. Аплодисменты, конечно, это имение номер два. А слово иметь. Ибо земля это та недвижимость, которая раньше, может быть, скоро у нас тоже самое будет, составляла главный капитал помещиков. Что могу сказать еще более приятное? Это то, что все шесть участников, несмотря ни на что, выходят во второй тур. Влад, сделай лицо попроще. Я тебя очень прошу, улыбнись ты хоть чуть-чуть. Но, милые мои, ведь вы все вышли во второй тур. Отдохните несколько секунд, и мы приступим к следующим испытаниям в эфире «Звездный час». Итак, мы продолжаем нашу игру. Второй тур, в котором, счастью для них, все шестеро участников продолжают борьбу за кубок нашей программы. Посмотрим сейчас, как у нас говорят, халява кончилась, да? Сейчас надо думать головой, и ни у кого будет не подглядывать, не подсматривать. Внимание, кубики в студию. Вот они, эти девять букв. Пожалуйста, запишите их себе на листочке, если вам так будет проще. А дорогие наши зрители в студии тоже не сидят сложа руки, тоже соображают, да? Автор самого длинного слова получит от нас самый большой приз. Это уникальная возможность просто так вот ни за что, ни про что получить какой-то подарок. Итак, девять букв. Пишите. Д, У, Е, Т, Л, О, Р, М, А. Пять секунд. Четыре. Три. Две. Одна. Все. Время и стекло. Отложите ручки и бумагу. И давайте послушаем, какие слова придумали наши зрители. Итак, ваше слово. Дремота. Дремота. Аплодисменты. Децимитно такое слово здесь получается. Дре-мо-то. Семь букв. Ну что же, все кажется, да? У кого-нибудь есть еще слово из семи букв? Из семи? Из шести мне уже неинтересно. Только из семи букв. Видите. Здравствуйте, как вас зовут? Александр. Александр, да? А вы военный, что ли? Воле военный. А он говорит, здравия желаю. Так точно, говорит. Так. А вы с ребенком пришли или один? Ну, сын у меня здесь играет и жена. Играет сын? Да. Кто? Алексей. Алексей Чернильчиков? Да. Это ваш сын? Да. Аплодисменты. Аплодисменты. Вот это называется... Цепляется, понимаешь, обеими руками в горло вцепились телекомпания ВИД, чтобы выбить из нее подарки. Ну что же, действительно, вы заслужили подарок за самое длинное слово. И вот этот подарок сейчас торжественно вам вручается. Это фотоаппарат мгновенной фотографии. О! Какая штука, а? У меня такой нету. О, какие-то железячки. Хорошая вещь. Поздравляю вас. Спасибо большое. Занимайте места в нашем зрительном зале и болейте за своего сына. Сейчас ваша поддержка может им очень сильно пригодиться. Друзья мои, какие у кого слова? Евгений, давай. Я ничего не составила. Ты не составила слов? Милая моя, почему? Мало времени было? Наверное. А ты дома не тренировался? Нет. Ах ты, жалко. Ну что ж, София? Рулетка. Рулетка. Рулетка вместо буквы К. Я взяла звезду. София взяла звезду. И аплодисменты звучат в адрес Софии. Нашей замечательной Софии Зотовой из города Лениногорска. Сколько же там букв получается? Семь букв. Семь букв. Великолепно. Влад. Слоу-дуэль. Гульнац Хайрулина. Рулетка. Рулетка тоже? Молодец. И тоже аплодисменты. Алексей. Дремота. Дремота. Семь букв. Блестяще. Нет, не хотят они покидать нашу площадку. Вот хотят все остаться. Лена. Ритуал. Шесть букв. Теперь родители. У кого есть слова из семи букв? Пожалуйста. Траулер. 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 Это сколько у нас букв получается? Семь. Прекрасно. У вас? Теорема вместо Е. Теорема. Семь букв. Прекрасно. Аплодисменты. Слово траулер и слово теорема. Два длинных слова. Таким образом, Влад и Леша получают по одной звезде. Аплодисменты. У Влада их становится три, у Леши становится тоже три. Ну что ж, друзья мои. Автор самого длинного слова у вас, я так понимаю, София. Потому что, да, потому что слово семи букв и три звезды. Пожалуйста, София, к нашим ящикам. Дорогая София, какой ты ящик хочешь открыть? И хочешь ли ты вообще их открывать? Да. Какой? Желтый. Желтый. Тут их два желтых. Этот и этот. Нижний. Нижний. Открывай. Открывай, не стесняйся. Да-да-да-да-да. Вынимай. О-о-о, это прекрасный приз. Набор для юного художника. Который заслужила София за самое длинное слово и за три звезды на своей тележке. Ну а сейчас самое, самое ответственное мероприятие. Ну, Женя, к сожалению, покидает нашу игру, потому что ни одного слова не составил. А ведь у него было четыре звезды. Как жаль. Влад и, конечно, Лена, потому что слово из шести букв, а у всех остальных из семи. Поэтому прощаемся с Леной, Владом и Женей. Аплодисменты. Поддерживаем ребят в этот непростой для них момент. И скрасим горечь поражения вот этими подарками от нашей программы сувениры. На память обучаясь о том, что вы участвовали. Обучайте рюкзаки, конфеты, сладости и всякие остальные игрушки. Но мы с вами прощаемся. Прощаемся с вами. А с вами, дорогие телезрители, мы только еще разодолились и разогрелись. Дело в том, что впереди нас ждет третий тур программы «Звездный час». Ну вот, теперь все. Правильно, теперь все как надо. Трое участников, третий тур. И вам для того, чтобы попасть в финал, нужно верно ответить всего на два вопроса. Всего на два. Казалось бы, да? Ничего там сложного нет. Посмотрим, как у вас это получится. Внимание на экран. Перед вами парламенты разных стран. Сенат, Дума и Рада. Как вы думаете, нет ли в моем утверждении ошибки? Правильно ли я отнес и Сенат, и Думу, и Раду к парламентам разных стран? Нет ли здесь чего-нибудь лишнего? София, подумай и подними одну табличку. София, аж две подняла. А, одну табличку? Одну нужно. Если все правильно, табличка ноль. Если что-то какая-то ошибка, то табличку с номером. Все ясно. Все ясно. Ну, наконец разобрались. И все трое поднимают совершенно верные таблички. Конечно, все это парламент разных стран. Сенат, Дума и Рада, все это парламенты. Вперед на одно деление. И числа, внимание на экран. Биллион, триллион и миллиард. Хорошо бы рублей, да? Но, к сожалению, это просто цифры. Насколько я помню, все это число десять в девятой степени. И биллион десять в девятой степени, и триллион десять в девятой степени, и миллиард десять в девятой степени. Кто с нами не согласен, пусть поднимет какую-нибудь табличку. София, мы ждем только тебя. Ну, подумай, девочка моя, давай. Молодец. И мы аплодируем. Но кому? Кому? Сначала надо выяснить, кому. Аплодируем мы Гульнас Хайрулиной. Она совершенно правильно ответила, что триллион это десять в двенадцатой степени, а не как на девятой. А вот на этот вопрос очень легко будет ответить Софии, наверное, так как она девочка. Перед вами малахит, топаз и изумруд. Есть ощущение, что все это драгоценные камни. И их вставляют в кольца, в ожерелья. И очень дорогие все эти камни. А вот, может быть, тут какой-то лишний есть камушек. София, подумай-ка быстро. Подумай. Ну вот так посмотри. Ну что бы тебе казалось, вот здесь бы вот трудно отнести к драгоценному камню, а? София, ждем твою табличку. Быстренько. Поднимай повыше, повыше поднимай, повыше. Еще выше. Еще выше подними. Прям совсем высоко подними. А вы можете опустить. Вот так и стой, София. Ты так и стой с табличкой, потому что ты вышла в финал. Вот в чем дело. Ты вышла в финал, потому что малахит вовсе не драгоценный камень, а так называемые поделочные. Из него делаются такие шкатулочки, всякие такие вот блюдечки, чашечки, пепельницы. Но к драгоценным камням он не относится. Аплодисменты Софии и Гульнас. Они вышли в финал. Ой-ой-ой, как она волновалась. Как она вся бедная вспотела. Леш, извини, но драгоценные камни это не твое. Это не для тебя. Ты любишь солому, футбол, хоккей, но мы прощаемся с тобой под ваши аплодисменты. Ну а мы с вами что будем делать? Мы с вами давайте-ка соберемся, подсядем поближе к телевизору. Поближе, поближе, поближе. Угу, во, нет, так вот достаточно, испортятся глаза. И мы будем смотреть, как Гульнас Хайрулина и София Зотова будут бороться за кубок программы «Звездный час». Ну что ж, вот и настал этот самый решающий миг нашей программы. София улыбается. Она улыбается не просто потому, что она такая веселая девочка, хотя и поэтому тоже, а потому, что у нее есть лишняя звезда, у нее есть одна звезда, которая ей очень может помочь в финале. У Гульнас такой звезды, к сожалению, нету. Готовы? Слово «библиотека». Пожалуйста. 30 секунд я даю вам на все про все. С потрясающей скоростью дым идет из-под фломастеров. Просто дым. Гульнас там чешет. Слово за словом. София после каждого слова ставит точку зачем-то. 10 секунд осталось. 5, 4, 3, 2, 1. Прозвенел звоночек. Все, это звоночек был. Значит, все. Вы можете закрыть фломастеры. Если вы что-то по ходу вспомните или придумаете, да, так бывает, вы можете смело говорить, да, но писать уже ничего вам не положено. Итак, София, твое слово первое. С Богом. Ток. Ток. Кот. Кот. Я зачеркиваю. Бак. Бак. Так, бок. Бок. Болт. Болт. Лоб. Лоб. Ил. Ил. Кат. Кат, хорошо, есть такое слово. Кал. Кал, и такое слово есть. Лак. Лак, это лучше, чем кал, но тоже хорошо. София? Бок. Бок уже был. А Бак? А Бак? Не было. Не было Бака? Бак. Был, был, Бак, был. Как ты? Был уже Бак. У нас все ходы записаны, не волнуйся. Ну что, может, маму позовем? Подождите. Или звезду отдадим? Что? Нет. Что ты выбираешь? Что ждать-то будем? Сколько уже? Эфир у нас? Мама. Мама. Мама, пожалуйста, апллодисменты команде Зотовой. София Зотова все-таки одна не смогла справиться с этой тяжелой задачей и пригласила свою маму ей помочь. Второе слово. Да, конечно. Лик. Лик. Замечательно, молодец. Лот. Лот. Ну, теперь уже мама. Библия. А? Библия. Библия. А буквы Я здесь нет, к сожалению. Вот такая вот. Тол. Тол. Хорошо. Так. Боб. Боб. Две буквы Б. Прекрасно, Боб. Кот. Кот. Кол, кол. Кол, кол. Прекрасно, кол. Да, бал. Бал. А, да, бал подходит. Ну? Кот был? Кот? Кот не был. Кот был у нас? Не был. Был. Был ток и был кот. Не был. Был. Не был, по-моему. Был ток и был кот. Не спорьте. Вон, у Гульнаса написано «кот» и зачеркнут. Так, звезду у вас придется отобрать, дорогие мои. Отбираю звезду. Аплодисменты. Кот был у нас. Подождите, подождите. Ну, звезду я уже взял. Кит, нет. Потом скажешь. Сейчас, сейчас скажешь. Кит. Кит. Ну, а мы сейчас сказали только. А зачем же ты болтал? Язычком-то своим. Ну, Кит. Ну, Кит, ну. Кил. Кил? Да. Кил хим. Нет, кил такого нет слова. Бил. Бил тоже. Это Клинтон. Раз. Нет. Тело, тело. Тело, тело, тело. Да, вот тело. Хорошо. Аплодисменты. София, она смогла все-таки вспомнить слово «тело». Лето. Лето. И тут же получила от Гульнаса «лето». Раз. Два. Мама, вспомнила это вообще. Помнила я, мама. Лом, лом. Лом. Прекрасно. Лом. А, буквы «М» нет. А, буквы «М»-то нет. Откуда «Лом»-то? Что ты меня путаешь-то? Ну. Два. Коп. А? Коп. Коп – это все не русское. Три. Четыре. И уже был. Четыре с половиной. Нет. Давайте уже прямо... Они мне уже просто лепят любые буквы сочетания. Пять. Все. Все. И Гульнас Хайрулина побеждает в нашей программе. София жмет ей руку. Она очень хотела выиграть. Но в последний момент, конечно, Гульнас повезло больше. Спасибо, София. Тебе подарки и призы. О, смотри, какой подарок мы дарим. Она замечает вот такую вот балалайку электрическую. Она будет играть на ней свои песни, которые напишет. И, кстати, вот ту песню группы «Скорпиум», с которой ты сегодня пела, ты тоже можешь подобрать на ней. Спасибо тебе огромное. Ну, а мы приступаем к церемонии награждения, в которой мы будем чествовать нашу Гульнас. Гульнас Хайрулина. Тихая, скромная девочка. Я знал, я еще знал, когда мне дарил этот чак-чак. Да, он называется? Да. Я знал, что она победит, потому что она самая тихая, и в глазах у нее светился неразбавленный ум и разум. И вот это произошло. Гульнас, теперь у тебя есть несколько секунд для того, чтобы сказать все, что ты хочешь на всю нашу огромную страну, которая сейчас, я уверен, радуется вместе с тобой. Я, конечно, не ожидала, что выиграю в этой игре, очень сильно нервничаю. И пользуясь случаем, я хотела передать привет, так как меня очень многие просили, во-первых, моему папе и моей сестре, которые меня сейчас нервно смотрят, и моему любимому 10-му Б-классу, и классу руководительницы Хворенковой Светлане Владимировне, и также всем, кто меня знает, и вообще, кто меня любит, кто меня знает. Сегодня этих людей стало гораздо больше, чем их было полчаса назад. Ну что ж, аплодисменты прозвучали в твой адрес, теперь осталось вручить тебе призы и подарки. И знаешь, кто это сделает? Нет. Нет? Совсем не знаешь? Знаю. Кто? Андрей Губин. Андрей Губин. Встречайте! Андрей Губин у нас не первый раз на программе, ему очень понравилась наша передача, а он очень понравился нам. И вот сегодня Андрей вручает Гульнас очередной кубок, диплом победительницы, и хочет ей сказать несколько тёплых слов. А, это ещё не всё, да? Кажется, там твои музыканты ещё принесли маленький подарок. Вот этот вот музыкальный центр тоже теперь твой. Андрей, пожалуйста. Ну что я могу сказать? Гульнас, конечно, красивое имя, но девушка, которая сегодня победила, по-моему, ещё прекрасней. Очень ты мила, очень у тебя, ты очень хорошо говоришь, правильные слова. Дай Бог тебе всегда оставаться такой вот, ту нежность, которую тебе есть, сохранить на долгие-долгие годы. Хорошо. Прежде чем Андрей подарит Гульнаса песню, и мы прощаемся с вами. Я хочу только напомнить, что была программа «Звёздный час». В понедельник я, Сергей Супонев. До встречи ровно через неделю. Пока! Зима, холода, одинокие дома, моря, города, всё как будто из-за льда. Но скоро весна, снег растает, и тогда за белой стеной мы останемся с тобой. Странные сны, незнакомые весны, вижу я, видишь ты, днём и ночью опять. Встретились мы посредине зимы, но друг друга с тобой не могли не узнать. Холод ночей, одиночество дни, всё забыто давно и ушло в никуда. Будет вдвоём нам намного теплее, даже если опять за окном холода. Всё, что было, прошло, снегом следы навсегда замело. Зима, холода, одинокие дома, моря, города, всё как будто из-за льда. Но скоро весна, снег растает, и тогда за белой стеной мы останемся с тобой. Весной. Ветер твой заметает свет дымом, спрячешься ты в этом замке пустом. Слышишь шаги, этот поступь весны, это значит, что скоро мы будем вдвоём. О-о-о-о-о-о, ветер бьётся в окно, где мы теперь, не узнает на то. Зима, холода, одинокие дома, моря, города, всё как будто из-за льда. Но скоро весна, снег растает, и тогда за белой стеной мы останемся с тобой. Зима, холода, одинокие дома, моря, города, всё как будто из-за льда. Но скоро весна, снег растает, и тогда за белой стеной мы останемся с тобой. Весной. О-о-о-о, всё, что было, прошло Снегом с небы, но всегда замело Зима, холода, одинокие дома Моря, города, всё как будто изо льда Но скоро весна снег растает И тогда за белой стеной мы останемся с тобой Зима, холода, холода